Рисовать футболистов среди уличных художников уже стало модно. И эта идея охватила всю Россию. Перед чемпионатом мира по футболу стрит-арт на заданную тему украсил десятки фасадов домов. На них появились портреты суперзвезд, в том числе которые сыграют в России. Это и Роналду, и Серхио Рамос. А еще свободные художники рисуют целые футбольные сюжеты. Например, удаление с поля Зидана или полет Льва Яшина. Этого выдающегося игрока эпохи 60-х нарисовали и в Сочи, накануне. Так последние штрихи, в прямом смысле слова, перед Мундиалем сделал местный художник Сергей Бадалян. Он рисовал Яшина 17 часов, хотя спортсмен достоит и больших трудов, говорит художник Лев Яшин. Тот, кого называли вратарем-пауком. Это прозвище советский футболист получил за свои акробатические прыжки и длинные все достающие руки. Сегодня же это легенда, которой могут подорожать еще многие поколения футболистов. Никаких скрытых целей мы не преследуем. Просто делаем то, что умеем делать. Самое главное, чтобы наше творчество, искусство, оно несло позитивные какие-то направления, явления и отражалось позитивно на людях, особенно на молодежи. И, конечно, это сигнал местным сочинцам, художникам, которые почему-то думают, что они могут оставаться в тени. Им нужно всем начинать рисовать. Сергей обещает, одними футболистами он не ограничится. Впереди целый художественный проект, с помощью которого он будет знакомить сочинскую молодежь с самыми разными, выдающимися личностями нашей страны. Неважно, какой они национальности будут, но это будут наши советские все и российские граждане. Есть в планах с молодой гвардией мы сотрудничаем в этом направлении. Есть в планах прям серьезный проект. Так что скоро все увидите.